Ребята, всем огромнейший привет! Ну что, продолжаем наш путь к дивизиону Легенды. Это второй день нашей записи, наших матчей. Сегодня сыграл 4 матча, начиная с 2-2, потом победа 1-0, потом 1-1, 3-3. Вот такие были матчи. Вот здесь быстро забил гол, потом 2 пропустил, но Холланд в конце сравнял. Еще вот интересный матч был 3-3. Здесь тоже вышли вперед 1-0, потом 2-1, потом дважды Ферран Торрес нам забил и также в конце смогли отыграться. Ну что у нас получается? Две игры осталось в этом дивизионе Мировой класс 2. И нужно набрать 3 очка в этих двух играх, чтобы подняться в дивизион Мировой класс 1. Так что давайте смотрим, ищем соперника. Будем решать сегодня задачу. Будем решать задачу. По выходу в Мировой класс 1, ну а там уже следующий дивизион Легенда, поэтому необходимо сегодня, конечно, побеждать. Напомню, нам нужна одна победа в двух матчах. Так, состав со вчерашнего дня практически не изменился. По-моему, Лам вышел вместо Родри. Так, здесь, так, здесь все игроки прокачаны до 25-го. Ого-го! Вот сейчас будет нелегкий матч, и я так чувствую. Ну, поехали. Будем надеяться, что справимся с такой супер прокачанной командой. Так, первая атака. Недвед. Что будет навешивать на Холланда? Ну, Холланда здесь опередил. Горецкая. Так, что там, угловой, надеюсь? Да, угловой. Так, Недвед подал. И... Кто это был? Табсоба. Что, и пришел в штрафную на угловой? Да, как-то нерасторопно с мячом Табсоба распорядился. Так, и начинаем следующую атаку. Дюмфрис пас на Беркомпа. Так, Берком, что будет придумывать? Попытка навеса. Еще один навес и сходу Павел Недвед. 1-0. Так, начало хорошее. Пока еще соперник половину поля не пересекал нашу. Но сейчас пересечет с центра поля. Сейчас главное сразу не пропустить. Учитывая силу и прокачку игроков соперника. Ну, любой удар может также быть стопроцентно голевым. Вот, вот, вот. Хорошо, Зидан до мяча не дотянулся. И мы начинаем свою новую атаку. Так, ну, Пеле очень плохо сыграл. Потерял мяч на ровном месте. Так, ну, удалось Табсобе забрать мяч. Так, Лам. Не ошибаться. Беркомп потерял мяч. Деннис. Очень опасный сейчас будут атаки у соперника. Вот увидите. Очень опасный. Так, переходим в свою атаку. Хорошо сыграл Холланд на Беркомпа. Но Беркомп что-нибудь придумает. Интересненько. И так, пас на Пеле в разрез. Но у Пеле мяч отобрали. И вынесли за пределы поля. Так, Беркомп. Опять неточный пас. Так, ну, дошел мяч. Ах, это, по-моему, Недвид опять бил. Но попал к защитника. Вот сейчас был очень хороший момент. Очень хороший момент. А вот теперь очень хороший момент у соперника. Но времени хватило. Так, ну что, пока, на мой взгляд, хорошо все складывается. Не дали ничего сделать сопернику в первом тайме. Но все будет зависеть от того, как там менеджер команды. Сейчас будут какие-то тактические варианты на второй тайм придумывать. Сейчас может стать все, конечно. Ох, здорово Дэвис сыграл. Так, может сейчас все стать напряженнее. Но пока вроде получается. Получается. Пас на Пеле. Ну, придумай что-нибудь. Придумал подачу. И Холланд не попал. Вправо от себя угол ворот. Хороший был момент. Ах, как сейчас нужен был второй гол, чтобы успокоить соперника. Так, ну, вроде, вроде не спеша они идут в атаку. Нам это на руку. Ну, и неспешные атаки тоже иногда заканчивают с таким долгим розыгрышем на вывод. Наверное, ударный момент нападающего. Ну, ладно, вроде мяч перехватили. Держим. Так, лам на Беркомпа. Так что ж такое Беркомпо. Очень много ошибается сегодня в передачах. Так, Пеле забросик на Холланда. Ничего не получилось здесь в атаке. Так, 73-я минута. Внимательно. Внимательно встречаем. Да, прессинг у нас там стоит высокий. Но, 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 надо еще активнее прессинговать. Так, пошли навесы у соперника. По-другому не получается пройти. Вот сейчас Зидан. Ой-ой-ой, выведет сейчас. Так, Хаджи. Вот опасно. Мало защитников. Вернулось у нас мало. Сейчас пробьет. Здорово Куман подстраховал. Рональд, ты подержи, не торопись. 88-я минута. Ой, хороший пас на... Кто это? Пеле? Нет, Недвид? Все. 2-0. Ребята, поздравляю. Мы выходим в следующий дивизион. Ну и следующий матч посмотрим уже в дивизионе. Мировой класс 1. Фу, хорошо все получилось. Вообще ни одного момента у соперника не было. Это радует. Это радует. Команда сыграла хорошо. Предыдущие матчи сегодня, как видели, вообще ничего не получалось. Там один еле выиграли. А так 3 ничьи. А сейчас прям 4-0 по ударам. Ну, шикарно. Шикарно сыграли. Так, ну что, на дивизион мы поднялись выше. Следующий у нас уже дивизион впереди. Это как раз Легенда 3. К нему мы и стремимся. Так, ну, кто в этом матче, кто в этом матче не понравилось, как сыграл, это Беркомп. Беркомп. Много было ошибок в передаче. Давайте Вильямса выпустим на первый тайм. Ну и Родри пусть поиграет вместо Лама. Хотя Лама очень здорово. Очень здорово в центре поля играет. Создает моменты, но оставим его на замену на второй тайм. Так, ну что, первый матч в дивизионе Мировой Класс 1. Смотрим, как сейчас у нас получится сыграть. Так, попалась команда из дивизиона вообще профи 3. Удивительно, что у команды профи 3 такой рейтинг. Что-то здесь не вяжется. Так, здесь у них прокачка игроков 10-15. Но посмотрим. В предыдущем матче было намного больше прокачка. Не могу понять, как это работает. То ли рейтинг игроков, казалось бы, должен влиять. Но иногда играешь с командой, где игроки все 93-е и проигрываешь 0-4 своими 99-ми. Ничего не понимаю. Наверное, какая-то совокупность тренировки с рангами и тактикой все-таки в итоге дает результат. Ну а у нас первая атака и защитник Дюмфрис у нас открывает счет. Прямо тут же разыграли с центра поля пару передач и 1-0. Ну, начало хорошее. Начало хорошее. Давайте также продолжать. Ну что, будет сегодня первый удар по воротам нашей команды. Это уже 103-я минута сегодняшних наших вечерних матчей. Пока ноль ударов в сторону наших воротов. Это хорошо. Значит, команда хорошо работает на поле. Так, Вильямс. Что там, офсайд? Вроде не было офсайда. Ух ты, прям в момент передачи Вильямс забежал немножко за линию обороны. А так там здорово. Сейчас могли по правому флангу шикарную атаку, я считаю, создать. Там можно было второй гол забивать. Ну, снова мяч у нас. Райкард. Но Вильямс не обработал мяч. Так, у нас соперник сегодня Барселона. Ревалда на вес. Сейчас Дэвис выигрывает верховую борьбу. И отлетает мяч к Холланду. Холланд почему-то выбрал пас. Надо было на пиле давать. Он там, по-моему, имел более выгодную позицию. Так, снова у нас тут Райкард первый на мяче. Жорзинио. Это опасно. Вот первый гол. Первый удар по нашим воротам. И сразу гол. 1-1. Да, неудачный мяч отскочил. Ну, и Жорзинио, конечно, своей силой и точностью удара такие забивает много. Во многих командах это игрок сейчас. И вот такие голы от него залетают очень часто. Ладно, смотрим дальше. Что-то, что-то. Немножечко не получается в этом матче. Ну, посмотрим. Недвид. Навесы. Здорово. Родри. Ну, вот снова сработала замена. Помните, вчера Пеле дебютировал, ну, дебютировал в вечерних матчах. И сразу забил два гола. И Родри вот сейчас вышел. И сразу гол забил. Угадали снова со стартовым составом. Это хорошо. Так, Пеле. Ну, слишком сильно на Холланда мяч. Да, Холланд забрать не успел. Так, что здесь удар от ворот. Ну что, первый тайм к концу подходит. Вроде неплохо. В принципе, у соперника был только один момент, один удар. Но они его реализовали. Так, ну, в принципе, здесь все пока хорошо. Менять кого-то, считаю, нет смысла. Посмотрим дальше. Ну, ребятки, нужен третий гол. Нужен третий гол. И я думаю, будет большая вероятность закончить матч с максимальным результатом. По количеству очков, имею ввиду. Так, перевод на Недвид. Недвид почему-то мяч решил не брать здесь. Ух ты, как бы здорово-то получилось. Недвид, можно сказать, с полуоборота. Ого. Их как ребята празднуют. Как-то навесить умудрился спиной, считай, к воротам. Смотрите, оп. Не глядя, там Холланд 3-1. Ну, красавцы. Красавцы. В вечерних матчах просто все пока получается. Так, здесь заброс совершенно неэффективный у соперника. Ну что, за 58 минут один момент у соперника. Это радует опять же. Так, Родри. На Вильямса. Мяч у Холланда. Так, что Вильямс придумает. Отдал обратно Холланду. И пробей! Вот это вообще прекрасно. Ну что, прекрасный счет, прекрасный матч. Идем к дивизиону Легенда на всех парах. Ну, хорошо бы так продолжать. 4-1. Можно, наверное, кого-то и выпустить на замену, чтобы посмотреть, каких у других игроков. Пусть у нас Феллер и Баллок сыграют впереди. Итак, произошли замены. Посмотрим, как эти атакующие игроки себя проявят. 15 минут у них на это есть. Так, Недвед, Баллок. Первое касание мяча. Опять получает мяч от Вильямса. Пас налево. На Недведа. И угловой. Павел Недвед зарабатывает угловой. Ну что? Посмотрим, что придумают ребята. Так, Райкард пришел в штрафную, смотрю. Но... Как забавно получилось. Но не опасно для соперника. Ну что, 87-я минута. Поздравляю вас всех со второй уверенной победой подряд. Ну и давайте посмотрим, по традиции, третий матч сегодня, после, по окончании этой игры. Ух ты, Нойер, стопроцентный момент предотвратил. Конечно, мяч там в девятку летел достаточно уверенно. Ну а вот здесь... Да, Тапсоба. Это сила на угловых. Никто не спорит. Ну что, 4-2. Все равно хороший счет. Ну и да, начал говорить. Давайте посмотрим третий матч. Постараемся его тоже выиграть. Ну и сейчас какую-нибудь надо снова замену сделать. Хотя по ударам. Посмотрите, 4-4. Когда там 4 успели? Ну, наверное, в конце игры. За всю игру, в принципе, помню только 1-2 момента у соперника. Так, 18 очков нам надо выиграть. Это 6 побед из 10 матчей. Ну, кстати, такая непростая задача, чтобы попасть в легенду. Так, ну, что сделать? Давайте снова выпустим Филиппа Лама. Хоть и Родри забил в этом матче. Просто для того, чтобы что-то поменять, чтобы не было одинакового состава подряд. Ну, мне так кажется, подбор соперника обновляется, если состав тоже свой поменять. Ну, так, это для разнообразия. Ну, по статистике, опять же, вроде не должны быть ни самые рейтинговые игроки у соперника. Точнее, по уровню, который есть в атаке в площади. Зачитывают на этой вот табличке. Ну, сейчас увидим состав. И примерно, думаю, сможем предположить, на что способен этот ареал. Давай-давай, грузись. Ну что, смотрим состав соперника. Так, а так, здесь Венисиус Холланд 15 уровня тренировки. По-моему, полузащита вообще не прокачанная по тренировкам. Ну, опять же, должно все быть окей, как говорится. Но посмотрим, что в итоге получится. У нас-то, конечно, по рейтингу игроков команды значительно сильнее, но как сработают сейчас алгоритмы игры, сейчас увидим. Начинаем с нарушения правил. Что не очень хорошо, потому что сейчас будет мяч очень близко от наших ворот после вот такого навеса. Так, Тапсоба немножечко выбивает. И пошла атака. Лам. Пас. Назад. Недведу. Недвед на Холланда. Хорошо. Лам. Ну, надо было финтик сделать. Вот Филипп. Ну, ладно, угловой тоже хорошо. Сейчас Тапсоба должен прийти. Самый опасный защитник на угловых. Так, пошла подача. Ух, кто там? Кто-то светловолосый у нас пытался нанести удар, но провалились засток в защите. Дэвид за всех отдувается. Его обыграли. Опасный сейчас будет. Так, Лам успел вернуться. Так, здесь у них Модрич на правом фланге. Навес. И здорово Райкард подстраховал. Так, Холланда по-моему завалили. Да. Можно и желтую карточку было бы показывать, потому что там впереди него был простор к воротам. Так, Пеле обработал мяч, отдал Холланду. Так, Холланд. Здесь Альфонсо Дэвис подключился. Навес. И вот это шикарно. Холланд Дэвису, Дэвис Холланду. И головой в угол. Прекрасный гол. Просто прекрасный. Вот он, да, повтор. Здорово здесь Дэвис дотянулся до мяча. И Холланд в полете заколачивает мяч в ворота соперника. Опять отличное начало, скажу я вам. Так, смотрим, что будет дальше. Так, здорово здесь пяточка сыграл на Венисиуса. Так, здесь тоже Холланд. И Тапсоба! Кто? Как? Откуда? Так, Казимира забил. Мне показалось, что вообще было написано. А, это наш Тапсоба. Ну да, откуда мог здесь быть Тапсоба? Да, получается, наш Тапсоба не справился с Казимира. Ну да, здесь что-то начали показывать судье про офсайты. Вместо того, чтобы отбирать мяч, занимались вот этой ерундой. Оказывается, в этой игре игроки тоже занимаются ерундой, маханием рук. Вместо того, чтобы продолжать бороться за мяч. Так, 1-1, не очень хорошо. Вроде ничего не предвещало. Первый тайм закончился. Так, ну, не видно было. Хотя Вильямса всегда видно. Ладно, Берком повыпустим. Может быть, за счет свежести что-то на правом фланге привнесет. Денис, так, Вильямс. Ух ты, хорош! Филипп Лам решил издали пробить. Не попал в створ. Ну, так, ну, наверное, что делать? Попробовать поставить тактику атака. В принципе, победы нам нужны, если мы собираемся в дивизион выше подниматься. Нужно выигрывать, нужно выигрывать. Потеря двух очков, это не очень хорошо. Так, ну, вроде пока идем в атаку. Пеле. Ох, здорово сыграли! Ну, молодцы! Красиво, шикарно. Снова Холланд. 2-1. Здорово. Пеле, конечно, у него и скорость есть, и пас. Все у него есть. Шикарный игрок. По всем статам. Да и вообще по своей игре классный. Так, ну что, 2-1 вышли вперед. И теперь надо забить третий, чтобы... Чтобы уже спокойно заканчивать матч и получать три очка. Вот свеженький Беркомп, что придумает, отдал ламу, лам на Холланду. Хет-трик, давай, Эрлинг. Есть хет-трик. Супер, просто супер Холланд. Супер машина. Супер матч. Да, 3-1. Я думаю, должно все хорошо в этом матче тоже закончиться. Ну да, вот здесь рейтинг соперника таков, что счет такой и должен быть. Ну иначе тогда... Я не понимаю, как все это работает. Не зря мы тратили 450 миллионов, чтобы такой был состав. И вот он должен, конечно, выигрывать. Так, здесь соперник ошибается. И у нас снова атака. Пеле ждет партнеров. Отдал Недведу. Так, что Павел придумает, отдал ламу. Давай покер, Эрлинг. Мы ждем от тебя покер в этом матче. Беркомп на лама. Ох, Филипп не успел пробить. А кто это Топсоба? Я, по-моему, чуть ли не с центра поля решил попасть в ворота. Немножко вратарь там вышел, мог забить. Ну что, сегодня у нас три матча, три победы. Шикарное начало. Начало в смысле нового дивизиона. Два матча, шесть очков. Ну, будем двигаться, я надеюсь. Надеюсь, вперед. И хорошо бы уже нам завтра попробовать сыграть какой-то типа финала за выход в дивизион легенд. Посмотрим, получится ли. Пока начало хорошее. В принципе, можно бесконечно играть и снимать видео. Не знаю, нравится ли вам вообще смотреть режим тренера. Напишите, нужно ли продолжать. Ну, продолжать, наверное, будем в любом случае, потому что интересно, что будет. Но, может быть, меньшее количество матчей, там, один, максимум два. Интересно ли смотреть три. А может быть, кто-то хочет смотреть больше. Напишите. Можем и меньше записывать, и больше. Ну, попробуем, попробуем в этот раз взять этот дивизион с первого раза. Будет, конечно, непросто. Не всегда будут попадаться такие соперники. Это однозначно. Ну что, до встречи на новых трансляциях. Всем спасибо за внимание. Играйте в футбол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok